О доступности здравоохранения в Ненецком округе сегодня шла речь на форуме, организованном Общественной палатой НАО. Вместе с представителями окружного профильного департамента и учреждений здравоохранения активисты обсуждали проблемы в сфере оказываемых медицинских услуг и искали пути их решения. В прошлом месяце общественники провели рейд по медицинским учреждениям и выявили ряд проблемных вопросов, которые сегодня предстоит обсудить с представителем окружного профильного департамента и заведующими поликлиник, расположенных на территории города и поселка Искателей. Мы пообщались с людьми, мы пообщались с сотрудниками регистратуры, мы попытались списаться на прием к врачу через те сервисы, которые у нас действуют в Нейнском округе. К сожалению, в момент обращения мы так и не смогли попасть к узкому специалисту. Следовательно, мы делаем вывод о недоступности медицинской помощи в Нейнском октаномном округе. Одна из основных проблем окружной медицины – дефицит в регионе узкопрофильных специалистов. Поэтому первый вопрос в повестке сегодняшнего форума посвящен укомплектованности лечебных учреждений округа медицинскими кадрами. По информации окружного профильного департамента, в округе на сегодняшний день работают 177 врачей и 504 единицы среднего медперсонала. По количеству врачей на 10 тысяч населения этот показатель превышает общероссийский, но проблема дефицита кадров по-прежнему актуальна. Могу вам назвать пример по узким специалистам. Я лично искал сюда врача ЛОР. Нам нужен оперирующий ЛОР в округ. Нужен судолог. Врачи узких специальностей, в принципе, на те объемы наказания медицинской помощи, прямо было сказано, может быть, это и грубо, ехать не хотят. Мотивируя тем, что они потеряют свою квалификацию. Их больше интересуют крупные субъекты, где есть определенный поток пациентов, определенные патологии, где они сохранят свою квалификацию. Это да, это пящее время, так, к сожалению. Поэтому мы увеличиваем меры социальной поддержки, чтобы завлечь у нас специалистов финансово. Из-за отсутствия узкопрофильных специалистов в округе пациенты вынуждены выезжать на обследование за пределы региона. Общественники выступили с инициативой вернуть гарантийные письма, по которым пациенты смогут приобретать билеты без собственных вложений. Купить билеты в одну и в другую сторону, оплатить проживание, это достаточно затратно для бюджета семье. И вот они выступают с таким предложением, чтобы все-таки авиаперевозчику направляли гарантийное письмо об оплате. И люди таким образом смогли бы сэкономить свои собственные средства и доехать на лечение. Там, конечно, было еще предложение по гарантийке оплачивать и проживание, но я думаю, что нам хотя бы нужно пока отработать вопрос по выезду, по гарантийным письмам. Еще одна проблема окружного здравоохранения – нехватка талонов. Люди неделями ожидают записи на прием к врачу. По словам Елизаветы Нечаевой, во взрослой поликлинике не хватает помещений. Она изначально строилась по проекту сельской поликлиники и была рассчитана на 150 посещений в смену. Но фактически их число достигает 350. Самое напряженное – это октябрь, ноябрь, январь, к концу, февраль, март и апрель. Там у нас идет под тысячу. Значит, недостаточно кабинета, и у нас не хватает кабинета, чтобы мы разместить могли даже тех врачей, где у нас есть дополнительные ставки, и они могли бы совмещать и работать больше времени. Но это не все. Это такие, как хирург, травматолог и невролог. Невролога ставка введена, но потребность населения, ну, она очень большая. Нехватка талонов, по словам Елизаветы Нечаевой, вызвана еще и тем, что пациенты записываются к врачам, минуя терапевта, который бы назначил необходимые анализы и обследования, и уже с готовыми результатами направил к узким специалистам. Пациенты к врачам-специалистам должны, по идее, быть направлены к врачам первичного звена. То есть они обследованы, они подготовлены, и они идут к специалисту, и получают консультацию, рекомендацию, и дальше ведутся. Или у себя специалист оставляет, или рекомендует, как наблюдать дальше. Ну, это такие специалисты, как эндокринолог, невролог, онколог, ну, кардиолог у нас, и так, через терапевта и климатологу, ну, к этим специалистам у нас идет прямая запись. По мнению общественников, решать проблему с доступностью здравоохранения в округе необходимо комплексно, в том числе пересмотреть зарплаты медицинских работников, решить проблему с нехваткой помещений, продлить срок аренды жилья для медиков с 5 до 10 лет, или рассмотреть вопрос строительства в округе ведомственного жилья. Все рекомендации по итогам форума будут направлены всем заинтересованным лицам для принятия дальнейшего решения.